Из-за колоссальных разрушений дом номер три на Хлебозаводской улице в Изюме стал печально известным на весь мир. 9 марта 2022 года российская армия артиллерией, минометами и танковыми снарядами расколола его пополам. Два подъезда из пяти ушли под землю. Руины здания, как символ трагедии изюмчан, до сих пор привлекают внимание уличных художников. Джон специально приехал в Изюм из Лос-Анджелеса, чтобы нарисовать мурал на обломках стен и показать это за пределами Украины. «Мы хотим показать всему миру, на что похожа эта война. Весь мир через эти инсталляции может увидеть войну и то, что здесь происходит. Мы документируем это здесь, чтобы убедиться, что мир поймёт, какая ужасная эта война». Изюмчанка Ольга не смогла вовремя эвакуироваться и осталась в городе с тремя детьми. Вспоминая долгое время, люди были вынуждены жить в подвалах, так как в небе всё время шли воздушные бои и вокруг всё пылало. Когда ВСУ освободили Изюм, выяснилось, что уцелевших домов не осталось. Женщина потеряла работу и решила присоединиться к армии восстановления. «Мне нетрудно, с удовольствием. Коллектив у нас хороший. Все друг другу помогают. Все изюмчане». Из-за близости к фронту в Изюме проект «Армия восстановления» стартовал только в марте этого года. Большая часть участников – женщины. Они взяли в руки лопаты, грабли, кувалды и начали восстанавливать и убирать родной город. «Мы привыкли так работать. Вы чувствуете себе героиней, такие глыбы таскать? Нет. Это обычная работа, все её делают. Но женщины у вас сильные? Да, они везде сильные. Мы же украинцы». Городское коммунальное предприятие по благоустройству после деоккупации Изюма столкнулось с существенным кадровым дефицитом. Поэтому, когда женщины стали в строй и сформировали мощный стройотряд, коммунальщики очень этому обрадовались. Эти люди очень помогают в восстановлении нашего города. Они везде работают. Гребут, метут. И вы видите, как это получается. Среди 400 безработных, которые сейчас стоят на учёте в центре занятости Изюмской общины, почти 200 человек заняты на общественно полезных работах. Это большой человеческий ресурс и помощь для города. «Наш город очень пострадал от российской оккупации. Разрушено почти 80% многоэтажек. Очень много после оккупации осталось завалов, мусора. И президентская программа «Армия восстановления» очень нам помогает». Участники армии восстановления получают минимальную заработную плату – 6700 гривен. Кроме работ по восстановлению жилья и разбору завалов, можно плести маскировочные сетки для армии, заниматься заготовкой дров или ухаживать за пожилыми людьми. «Наш регион – лучший. Харьковская область на сегодня уверенно занимает первое место по количеству привлечённых к проекту «Армия восстановления». Сейчас в общественно полезных работах, которые соответственно предусматриваются этим проектом, участвуют более 10 тысяч безработных. И они выполняют по всей области различные работы и, соответственно, занимаются добрым делом, за которое ещё и платят». По словам Александра Катукова, благодаря целой серии проектов, организованных Кабинетом министров Украины, в последние три месяца уровень безработицы в Харьковской области начал снижаться – с 10 тысяч временно не работающих до 7 тысяч человек.